Восвятая служба информации телерадио компании Гомель у студии Александр Гамоля. Добрый день. В Гомельской области селита створили свыше тысячи новых працованных мест и ввели эксплуатацию больше 300 тысяч квадратных метров жилья. Выники социально-экономичного развития и выконания регионального бюджета разглядились сегодня на посаджении Абылвыконкама. Настасия Кучинская, Володая под обязанностями. По выниках первого поугодия Гомельская область выконала доведенные урадом задания по экспорте товаров, притягнении промых замежных инвестиций и створении новых працованных мест. Так само добрые выники по жилевым будаунистве и яше некольких важных пунктах. Разом с тем, некоторые ключевые показчики досягнуты не были. Размолу первую шаргу праволавый региональный продукт. Тут недобрали два с половой процентные пункты. По меркованию специалистов в сегодняшних умовах это не самый дренный выник. Во все-таки мразии сярыдни по краине. Что помешало нам выйти на запланированный рубеж? Одно практическое предприятие, это наш белорусский металлургический завод, который, к сожалению, пока работает с нагрузкой где-то примерно 70-78%. Без этого предприятия мы имеем 100,5%. То есть практически были бы в графике, в плане, и вышли бы на те параметры, которые доведены правительством. В наступном квартале отставания плануются ликвидовать. Як кажутся специалисты, передумывают для этого есть. Але пройдется уличвать снижение объемов вытворчасти на БМЗ и Мазырским нафтоперапрацовшем заводе. Яшедна голена, по якому прогнозуется отставание, в удалничий комплекс. В силу того, что крупные инвестпроекты, которые мы реализовывали в предыдущие годы, в основном завершены. И, конечно, по объективным причинам в этом году Гомельская область показатели будет иметь несколько скромнее. Поэтому наша задача – перекрыть строительный комплекс за счет других отраслей. По всем остальным параметрам ситуация предсказуемая, она достаточно управляемая, и мы видим, что там динамика будет. Другое важное питание, якое мерковали на посяжении Аблвыконкам, а выники в иконании областного бюджета. Доходная частка склала каля 10 триллионов рублей. Расходы трохи перевысили гэтую сумму. Разом с тем заховалась асоциальная накерованность бюджета. Утым лейко в область поспехово справилась с выплатами отпускных работникам бюджетной колены и выплатами адресной социальной подрымки. Настасия Кучинская, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомель». Каля тысячи замельных участков что год предоставляется жихарам в области для индивидуального жилевого будауництва. И приблизно 30% за невыконание законодавства удалейшим вертается у державную майомость. Об этом сегодня на пресс-конференции поведомил начальник землепродковальной службы Гомельского облвыконкама Александр Матарас. Сгодно законодавству, грамадянин, який отримал участок на протягу 12 месяцев, повинен приступить до будауництва. Коли гэта не отбывается, яго чекают штрафные санкции. А после земля в уголе может вернуться у державную майомость. Само ж будауництва необходимо завершить не позднейшим за три годы. У особных выпадках яго мог чима продолжить до семи годов. Работы лишатся завершенными, коли на участку узведены фундамент, стены и дах. Категоры грамадян, які мають потребу поляпшения жилёвых умов, могут скористаться и льготами для больших уткага отримания земли. Однако зробить гэта можно только один раз. Коли законодавство порушено, и як выник земля у господаров отбирается, гэтае право удалейшим аннулируется. Як отзначил Александр Матарас, часто люди неправильно оценивают свои финансовые махчимості, что удалейшим стварая им проблемы. Многие берут земельные участки на всякий случай, не предполагая о том, что у них есть соответствующие обязанности, которые влекут для них в последующие негативные последствия. Хотелось бы остановиться на обязанностях землепользователя. Получили участок. Участок должен быть всегда с первого дня получения документа о регистрации земельного участка, должен быть всегда благоустроен. Выкашен, должен быть порядок на этом земельном участке. В противном случае, опять-таки, как санкции, так и возможности изъятия земельного участка. В Гомеле раскрыли секреты створения счастливых семейных относин. Майстер-класс на эту тему пройшел в областном центре в Першиню. Его провели супрацовники отдела ЗАГС администрации центрального района. Под обязанностью репортажа Ганны Ковалевой. Информацию про то, что у отдела ЗАГС администрации центрального района Гомеля отбудется урок счастья, организаторы разместили в социальных сетках. Жидающих принять удел оказалось около 30 человек. Сорудых, как будущие супруги, которые подали уже заяву у ЗАГС, так и одинокие молодые люди. Своим опытом и ведомым с ними делился семейный психолог Оксана Снапок. Своим вучнем специалист распавела, как знайсти свое кахание, разобраться у тем, какие роли должны выполнить мужчина и женщина, и как наполнить относины по меж ими гармонией. Тема очень важная, потому что в последнее время очень много девушек и мужчин стали обращаться по поводу создания именно счастливых отношений. И знание психологии, знание каких-то маленьких секретов и нюансов позволяет отношения между мужчиной и женщиной улучшить и быть счастливыми в браке. Дальше этот год на шлюбы покуль не особливо ураджайные супрационники ЗАГСа связываются с тем, что он высокосный и для заключения шлюбов по некоторых поверьях не спрыгальны. Для поравнания в центральном отделе ЗАГС Гомеля в минулом году за первые по годе свои относины оформили 408 пар. Все лета ж на сотню меньше, а вот сколько из разводов на двород поверечивался о малю два разы. Я вижу, как приходят пары, как они общаются. Иногда даже подавая заявление у меня в кабинете, они выясняют отношения, не могут договориться между собой, о времени регистрации, еще что-то. Ну, то есть я просто смотрела, как люди между собой общаются. Ну, и пришла такая идея сделать такое мероприятие. Специалисты центрального отдела ЗАГС подяются, что подобные майстер-классы допомогут хоть крыху, зменить лишь бы статистики, захавать колькась счастливых пар и что остальные установы такого же профиля подходят добрую инициативу. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телереду, компания «Гомель». Сегодня во всех храмах и монастских святынях Русской Православной Церкви прошла акция «Слава Тобе Божа». Она промеркована до Дня Хрещения Руси. Гомельская и Туровская епархии так само не застались в Баку. За ходом акции назирали наши корреспонденты. Ровно о полдне почался святочный благовест. Перозвон промеркованы до Дня памяти святого ровно апостольного князя Владимира. По всех приходах и монастырах Гомельшины прокатилась хваля урочистого перозвону. Гучным звоном из всех церквей обвешанный День Хрещения Руси. Уже у семы раз гомельшане мают махшимость почуть наближение перозвонной звонницы кожны у своим районе. Воси зараз на протягу 15 хвилин звонар разносил по Гомеле заклик «Слава Тобе Божа». Этот звон как раз-таки ознаменовал именно то самое торжество, которое мы сегодня с вами празднуем. По благословению нашего правящего епископа, епископа Гомельского Жлобинского Стефана, в городе Гомеле была проведена передвижная звонница. У нас есть в епархии такой необычный атрибут. И передвижная звонница двигалась по нашему Гомелю, по основным улицам города. Опять же, вот с этим торжественным колокольным звоном, который напоминал нам о радости принятия христианства. У першыню святых решений Руси, хваля перозвону у храмах усих епархий русской царквы, была организована 4 годы тому. До фестиваля перозвону долучилися больше за 100 городов из России, Беларуси, Казахстана и Азербайджана. Сутность акции – уединение православных христиан из разных краин у молитвы до Господа. Хрешение Руси отбылось в 1988 году. Это ключевая историческая паде, связанная с именом святого князя Владимира. Историки называют у Владимира Великим, царква – святым Руноапостольным. Народ дал ему имя «Уладимир Червоная Сонийка». Святкование дня святого Руноапостольного у Владимира было установлено Александром Неуским. После закончения боской литургии у храмов Гомельской и Туровской епархий проходит урочистое набоженство об нашей Айчине, освеченное святлом истины Христовой. Если кто-то вспомнит это событие, вот вы видите, написано «День крещения Руси», вспомнит, что это нам несло, и рука чья-то поднимется лишний раз перекреститься, поверьте, что и ангелы будут радоваться на небесе, и Христос, конечно, совсем по-другому немножечко будет смотреть на нас, потому что это будет шаг навстречу ему. Людмила Чернецкая, Марина Северьянова, Сергей Лукашук, Теллера, ДО и компания «Гомель». Выратовальники выявляют мощнейшего. Сегодня у Гомеля проходит чемпионат Гомельской областной организации «Асвод». Удел принимают 15 команд. С поборницей проходят у четырех дисциплинах. Удельники плавают на худкость, кидают на докладность в вратовальный круг, демонструют майстерство кирования лодка и изладженность командной работы. Усе практикование – частка повседенной працы выратовальников. Головное одрознение, коли на споборницах усе вымирается секундами, то на практице – выратованными житцами. Так что с подрыхтокой усе добро. Пироможцы выявляются у особистых и командных заликах. Мероприятие интересное. И с каждым разом все интереснее и интереснее проявляется у работников, у участников. Появляется азарт. Когда мы это дело начинали, было, ну, чего греха таить, как-то веловато. А сейчас, ну, можете видеть сами, команды болеют друг за друга. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин